Музыка Севастополь задает такой вопрос Пожалуйста, если можно, напишите или расскажите от Геннадия Малахова Что это такое и какова же, наконец, суть духовного усовершенствования Очень вас просим с уважением В зависимости от состояния развития человека, его, будем говорить, интеллектуального То есть, насколько он образован Причем образован очень широко, не узконаправленный И в зависимости от этого у человека и создается мнение Каков должен быть духовный путь совершенствования Духовного усовершенствования И знаете, я совершенно недавно, ну буквально дня два-три назад Просматривал разного рода видео про Вторую мировую войну И в частности про то, что в нацистской Германии Были Тибетцы То есть Нацисты умудрились установить контакт с тибетцами Причем не просто с тибетцами А с очень продвинутыми И Значит Те решили кое-какими знаниями поделиться Вот, и там в частности говорилось следующее Это, так сказать, мы подходим к основному нашему вопросу Чтобы как-то было более-менее понятно И вот там говорилось следующее Что берут ребенка четырех лет На воспитание В там какой-то там Как это у них там называют Это в В Индии называются ашрамами А у них там называется Как-то там несколько по-другому Ну то есть берут в монастырь На воспитание И вот в течение четырехлетнему ребенку В последующие четыре года Ему рассказывают о правильном мировоззрении Как человек должен ощущать себя в этом мире К чему он должен стремиться И как взаимодействовать с окружающим миром Ну и в результате что он должен приобрести То есть в первую очередь Важно мировоззрение Правильное мировоззрение Это, конечно, как бы сказать Отношение к жизни и к смерти Отношение к другому человеку Рядом, стоящему Или в другой стране находящемуся Отношение мужчины и женщины Отношение к природе Вообще, насколько мы должны С природой взаимодействовать То есть качать только нефть Или там только золото мыть Или еще там что-нибудь там такое Газ этот добывать, да Сжигать У каждого человека Опять-таки скажу В зависимости от знаний, которых он приобрел В течение своей жизни Это все Строго индивидуальное Ну, если взять Настоящих святых Вот по кому равняться То наше духовное усовершенствование Это мое мнение Оно может с вашим мнением Абсолютно не совпадает Это в первую очередь Такая безграничная свобода От материи То есть человек не зависит там От питания От жилья Или еще от каких-то условий Он становится настолько Самодостаточным Что это все Он легко получает При этом Не насилая природу Не губя ее А вот как вот Мой тип Просто Естественная частица Которая в природе Которая Пользуется Как благами природы Ничего не разрушая Так и Для этой же природы Делая благо Со своей стороны Вот что интересно То есть своеобразный Такой информационно-энергетический Обмен Природа тебе одно Причем природа Это не в узком смысле Наша планета А это Космос Мы с вами Вообще-то Космические существа Они просто тут Червики которые На земле лазаем Мы космические существа И Когда мы Это с вами Понимаем Мы Становимся И стараемся жить Совершенно По иным меркам В первую очередь Это вот Информационно-энергетический Обмен Между Нами И космосом И такой Что он нам Дает все Что нам надо А мы взамен Отдаем То что ему Надо Мы созданы С вами Не зря Что вот так Что-то там Создано И так далее У нас У человека Величайшая Миссия Вообще О которой Мы не задумываемся Которую Мы профукали Но те Кто понимают Те кто понимают Они живут Совершенно Иной Жизнью Значит Это Независимость Свобода Независимость От окружающих Питание Есть То есть Питание Мы не нуждаемся В Жилье Мы не нуждаемся Потому что Все для нас Ну как бы Наш дом Который Нас Не холодит Не Будем говорить Не это Не сушит Не действует На нас Вот этой Жарой То есть Для нас Это все естественно Не дождь Ничего там Такое Нас не касается Просто Это для нас Естественно То есть Питание Сказал Значит Жилище Сказал И Устремления У нас Таковы Чтобы Мы Просто-напросто Даже не делали Этот мир Лучше А просто Следили За тем Чтобы он Вот как он Развивается Сам Так мы Как бы сказать И помогали Этому развитию Не вмешиваясь Как бы Не в лучшую сторону Не в худшую сторону Потому что Силы природы Силы космоса И все Все это разумное Все это сделало Так Чтобы это развивалось Соответственно Наша задача Только вот Быть в этом Развитии И люди Есть Которые Не зависели Ни от питания Ни от жилища Вот Почитайте Жития святых Сколько их Огромное количество Которым не надо Вот это вот Все это Дело такое И при этом Они жили И счастливо И они были довольны И они вообще Жили Со всеми Иной жизнью Со всеми Иными интересами Которые Для нас Просто-напросто Чужды А Те интересы Которым они жили Вернее Наши интересы Были для них Совершенно чужды И не нужны Вот что интересно То есть Занимаясь Саморазвитием Самосовершенствованием Человек приходит К тому Что он становится Независимым Он понимает Что такое жизнь Он уважает Каждую там Букашку Каждую там Травинку И просто так Ее там не срывает Не говоря о том Чтобы там Как-то там Уродовать Планету Из-за того Что надо Поле распахать Чтобы засеять Шахту вырыть Нефть добыть То есть Все этому не надо Все это Вообще-то У нас заложено Нам остается Просто-напросто Это раскрыть И практика Опять-таки Вы почитайте Святых Так знаете Не просто там Отдельного святого А вы почитайте Жития святых Вот в 12 томах Как это сделал я Как это сделают другие И у вас тогда Намного Откроются Глаза И вы тогда Как-то начнете Понимать Что в настоящей Жизни Просто нас Вовлекли В товарно-денежный Обмен И мы с вами Получаемся Просто-напросто Расходный материал А нам надо Чтоб мы В течение Каждой жизни Набирались Такого Опыта Такого Потенциала Энергетического Чтобы мы Становились Все более И более Независимым От окружающих Условий И понимали Что мы Частицы Целого И являемся Разумными Проводниками На все это Целое И влияем Также на него Поддерживая В нем Гармонию И развитие Ну примерно Так я думаю Благодарю За просмотр Если вам Понравилось Видео Ставьте лайк Звоните В колокольчик И подпишитесь На канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его продвижению Доброго здоровья И до новых Встреч Продолжение следует Продолжение следует